Всем доброго времени суток! Сегодня записываю второй урок. Это небольшое расширение первого урока. То, о чем мы не поговорили. Видите, я опять упростил код почти до самого минимума. Здесь мы имеем загрузку и вывод одного спрайта. Я специально сделал спрайт с надписью и с отличающимся левой и правой частью для того, чтобы мы могли этот спрайт поворачивать, отражать и вы видели это на экране. Вчерашний мой корабль космический был симметричным, поэтому, например, отражение по горизонтальному было бы незаметно. Но этот спрайт чуть-чуть получше для тестирования. Итак, что мы видим в нашем коде? Повторяю, здесь загрузка спрайта. Plot Graphics New Image. Путь до спрайта. Спрайт у нас лежит в папочке. Текущая папка. Напоминаю, помните, для того, чтобы запускать ZeroBrand Studio файл, который мы пишем для Love2D, мы должны здесь указывать Love. У нас все нормально. Так, все запускается, запускается. Дальше. Объявлены некие глобальные переменные. XY это начало. Левый верхний угол нашего спрайта на экране. Угол это насколько в радианах повернут наш спрайт на экране. Ну, 0 значит ненасколько не повернут. Мы про повороты в первом уроке обсуждали. Немножко про масштабирование по X и по Y мы говорили на первом уроке. Но вот смотрите, сейчас масштаб единичка, значит без искажения. Если мы сделаем, например, масштаб 3, 3. Запустим. Видите, увеличилось. Три раза. Если мы, например, масштаб сделаем по X и по Y, то видите, спрайт у нас растянется только по Y. Так, ну давайте сделаем, например, 2.2. Переходим к следующему параметру. Origin. Что за Origin? Тоже про точку, относительно которой у нас будет происходить поворот спрайта. И отражение спрайта. И так далее. Я рассказывал в первом уроке. А спрайт у нас сейчас 64 на 64 пикселя. Поэтому, чтобы центральную точку относительно левого верхнего угла, вот левый верхний угол нашего спрайта, смотрим вот сюда. И примерно у нас будет где-то 32 на 32. Ну вот где-то вот эта вот точечка. Так. Давайте попробуем, теперь отразим, посмотрим, как отражать наш спрайт по горизонтали. Для чего это нужно? Ну, например, у вас есть спрайт человечка, который бежит слева направо. Вы, конечно, можете нарисовать спрайты бегущего человечка справа налево. Но можно обойтись одним набором спрайтов. Просто поворачивать, отражать по горизонтали. Ну, отражать очень просто. Вместо положительного числа, скейл, масштаб, пишем отрицательный. Минус 2, и у нас спрайт будет отражен по горизонтали. Ну, что такое отражение по горизонтали? Это как будто мы с нашим нормальным спрайтом рядом поставили зеркало. Вот, отразилось зеркало. Также мы можем отрицательный масштаб сделать по у, в скейл у. И посмотрим. Видите, у нас спрайт еще отразился по вертикали. Так. Что еще можно сказать? Ага. Ну, помните, я задавал с помощью вот этой функции. Love Graphics Clear, фоновый цвет. У нас он такой RGB, такой голубоватенький. Давайте сделаем его темно-серым. Например, 50, 50, 50. Напоминаю, что сейчас мы пользуемся Love 2D версией 10.2. И если вы этот пример пытаетесь повторить в 11-й версии, то вместо значений от 0 до 255 во всех функциях, которые принимают цвет, нужно писать значения от 0 до 1. Ну, тогда у нас будет здесь не 0,5, а, например, 0,2. Ой, не 50, а, например, 0,2. Вот так вот. Ну, разберетесь. Так. Давайте посмотрим. Фон у нас стал серым. Да, вот серый фон. Я уберу все эти повороты спрайта. Давайте теперь посмотрим, что мы можем делать с нашим спрайтом. Мы можем, не исправляя, не исправляя сам спрайт, мы можем выводить его с помощью, немножко с измененными цветами, с помощью функции Low Graphics Set Color. Давайте посмотрим, что мы можем сделать с этим. Ну, здесь мы очистили фон, мы это не трогаем. Вот. И хочу сказать, что если мы после очистки фона, ну, или после... Ну, не важно. По умолчанию установлен цвет белый. Значит, вот с такими значениями. 255. 255. Альфа нам не нужен, это прозрачность. Так. Давайте посмотрим, изменилось ли что, не изменилось. Давайте теперь попробуем сделать наш спрайт более зеленым. Красный цвет убираем, зеленый оставляем, синий убираем. Видим, что наш спрайт стал зеленым. Причем можно не до конца убирать вот эти вот значения. Давайте, например, располовиним. 127. 127. Ну, red, green для значений подсказочка. Красный, зеленый, синий. Давайте запустим, посмотрим. Видите, уже не все цвета у нас исчезли. Но, так как мы делаем акцент на зеленый, он зеленого цвета больше. Если мы здесь сделаем тоже 127. Все цвета одинаковые. Что произойдет с нашим спрайтом? Я полагаю, что он должен быть более тусклым. Да. Цвета остались красный и зеленый, но выведен он более тусклый. Так, давайте сделаем интересно. Давайте сделаем вывод наших спрайтов друг под другом. Так, здесь мы будем выводить наш спрайт. Ну, понятно, вывод идет по порядку. Сначала очистка. Весь экран заполняется цветом, который у нас здесь указан. Это серый цвет какой-то. Кстати, как можно узнать цвет? Так, где у нас здесь? Вот. Здесь у нас классная такая штучка есть. Мы можем выбрать любой цвет. И вот увидеть уже значение имеющееся RGB. Пользуемся мы paint.net. Редактором бесплатным. Видите, как удобно. Но, в принципе, это почти в любом редакторе. Да не почти в любом. В любом графическом редакторе есть такая штука. Так что выбираем цвет. Запоминаем эти значения. И переносим их. Так, ну, в данном случае давайте 50. 50. 50. Я хочу просто увидеть тот серый цвет. Вот он здесь у нас виден. Который я использую в программе. Так, зачем я туда полез? Значит, выводим спрайты по порядку. Сначала очищаем серым. Потом ставим белый цвет. После белого цвета вывод спрайта идет без искажений. Вот как у нас спрайт нарисован, так и выводится на экран. А дальше мы уже выводим этот же самый спрайт, но с каким-то смещением. Давайте со смещением те же координаты. x, y, ну, плюс, например, 24, x, y, тоже плюс 24. Так. Понятно. Вот оригинальный спрайт. Сначала мы рисуем серый фон. Потом выводим спрайт вот этой вот строчкой. SetColor белый цвет. Это чтобы без искажения у нас выводился спрайт. Вот координатам x, y. Потом задаем цвет серый. Значит, серый цвет при выводе этого спрайта каждому пикселю, каждому цвету он микшируется с цветом. Серый цвет текущий микшируется с цветом пикселя. Так. Ну, видно, что у нас была прозрачность в спрайте. Ну, точнее, какие-то пиксели не закрашенные. Вот вы видите, да? Просвечивают. Через них мы видим наш оригинальный спрайт. Это очень хорошо. Давайте попробуем другой эффект. Так. Давайте попробуем добавить прозрачность. Сначала скопируем до прозрачности. Сделаем вывод двух одинаковых спрайтов. Видите, вот они одинаковые. Давайте теперь поиграем с четвертым параметром цвета прозрачности. 255. 255 это значение означает полностью непрозрачный спрайт. Значит, какой он был оригинальный, такой будет. Если мы здесь сделаем ноль, то это будет на 100% прозрачный спрайт. Видите, второй спрайт не видим. Давайте попробуем поставить какое-нибудь серединное значение. Например, 127. И мы увидим уже спрайт, который полупрозрачный. И он просвечивает сквозь наш основной спрайт. Что с этим можно делать? Ну, я бы уже придумал, как сделать тень. Помните, я делал некий спрайт, цвет серенький. Ну, например, давайте 50, 50, 50. И попробуем посмотреть. Видите, спрайт выводится серым. Очень похоже на тень. Только давайте порядок наших спрайтов поменяем. Сначала мы должны вывести тень. А потом должны вывести уже спрайт. Вот уже выглядит симпатичнее. Понятно, да? Если у вас очень много движущихся объектов на экране, то в отдельном цикле нужно вывести все тени. И в другом цикле вывести уже все спрайты. Иначе вы сами поэкспериментируйте и увидите, что будет иначе. Дальше у нас по плану. С цветом мы поиграли, с прозрачностью поиграли. Давайте еще такую штуку посмотрим. Вывод спрайта мы освоили. Если мы хотим использовать какой-то текст и выводить его очень быстро, мы хотим сделать из текста спрайт. Love2D нам, пожалуйста, предоставляет такую вещь. Так, называется... 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 Graphics New Text. Так, что-то я его не вижу. Давайте попробуем. Вот так. Сделаем еще один спрайт. TextWaySprite. New Text. New Text. Ага. Вот у нас есть подсказка, что первым параметром должен идти шрифт. Давайте шрифт создадим. Так, где у нас тут? Аффикс. Text. Вот. New Text. New Font. Шрифт можно загружать по имени файла, который у нас находится в проекте. Сейчас у нас ничего нет. Но есть и упрощенный вызов создания шрифта. Дело в том, что в LAV2D есть встроенные шрифты. Так. Мы создадим шрифт. Ладно. Задавая его размер. Например, 32. 32. Так. Здесь мы его уже используем. Кстати, для того, чтобы писать русский текст, нужно использовать шрифты с поддержкой Unicode. Встроенные шрифты, по-моему, у нас не обладают такой возможностью. Но сейчас мы увидим. Так. Здесь цвет задан белым. Давайте попробуем вывести, как обыкновенный спрайт. Только координаты мы зададим. Давайте. Вручную 0,0. Все остальное не важно. Так. Так. И у нас спрайт текстовый. Называется Text. Давайте посмотрим. Ну да, как я и говорил. Цвет белый задан для вывода спрайта нормальным цветом, без эффекта. И дальше идет вывод спрайта, который у нас был создан из текста. Русские шрифты, русские буквы не поддерживаются. Но я в каком-нибудь отдельном уроке покажу, какие шрифты можно загружать бесплатные, складывать в папку с вашим проектом, чтобы была поддержка русского языка. Также есть различные библиотеки для Love2D с пользовательским интерфейсом, с менюшками и так далее. Но это тоже, наверное, достойно отдельных уроков. Можете посмотреть. На английском языке полно таких уроков. Так. Давайте уберем этот привет. Попробуем изменить шрифт. 64. Ну вот текст у нас стал больше. В первых уроках, где я про объектно-ориентированное программирование рассказывал, там 4 есть урока, мы выводим текст с помощью функции print. На самом деле она очень медленная. И она при наличии огромного количества объектов на экране, скорость работы нашей программы и FPS сильно уменьшится. Но если мы создали наш текст, например, название каждого объекта, создали вот таким образом спрайтики с помощью функции muteText, и сохранили эти спрайты с текстом переменной, то скорость вывода вот такого текста идентична скорости вывода обычного спрайта. Это очень здорово. Так мы можем, например, хранить текст конец игры или любой другой текст, который мы часто используем в игре. Так. Ну, у нас осталась еще одна загвоздочка, такое понятие, как квад. Давайте посмотрим, на описание вот этой функции еще раз. Low Graphics Draw. Low Graphics Draw. Мы пользуемся вот этим вариантом. Drawable, в данном случае спрайт, у нас здесь находится. Есть расширенный вариант этой функции. Параметры точно такие же. Кстати, ребят, я еще пару параметров пропустил. Давайте сейчас займемся этими параметрами. Быстренько. Так. Это так называемые параметры скашивания. Скашивание. Ну, давайте попробуем задать 1,1. По-моему, это по умолчанию. Так, что-то я не вижу. Давайте 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Видите, у нас спрайт начинает первый параметр скоса называется вот так. Sharing Factor по координате X. Так, попробуем отрицательное число поставим. Минус. Видите, он в другую сторону наклонился, вправо. Так, давайте теперь попробуем здесь 0,3, например. скос уже по вертикальной по Y. Мы делаем скос по X и по Y. Для чего это нужно? Ну, иногда если у вас спрайт, например, мячик, окружность картинки, а вы хотите как-то визуально показывать то, что этот спрайт отскакивает от стенок. Можно играть с масштабом масштаб вы помните, да? Scale X, Scale Y. Буквально чуть-чуть уменьшать не единичку ставить, а 0,9 например ставить. И у нас уже спрайтик будет чуть-чуть меньше при отскоке от стен. Это я так идеи подаю. А наклоны интересно. Например, если вы изучали теорию комиксов, то там есть интересные такие положения по поводу наклона вперед или назад фигуры человека. Считается, что если фигура наклонена вправо немножко, то человек ускоряется или бежит. А если человек немножко откинулся назад, то он идет медленно. Но это вы могли видеть в диснеевских мультфильмах например. Ладно, со всеми этими скосами мы разобрались. Вы должны сами поэкспериментировать и понять, как это работает. Ну, все, по-моему, довольно просто. Так, у нас здесь есть довольно сложные спрайты. И вот на них я сейчас буду показывать спрайты спрайты спрайты. Видите, у нас на одном, в одной картинке сразу много спрайтов нарисовано. Давайте мы их загрузим и попробуем вывести на экран спрайты. Здесь тоже спрайты. Так, ну и здесь сделаем вывод спр1. Давайте тоже сделаем по координатам. например, не знаю, 50, 50. Никаких углов поворота и всего прочего нам не надо здесь. Давайте просто спр1. Посмотрим, загрузился спрайт. Да, спрайт загрузился. 50 пикселей от левого верхнего угла я задал. 50-50. Но выводится целая картинка. А мне хотелось бы вывести какого-нибудь героя. Давайте попробуем воспользоваться расширенной версией Graphics Draw, где указывается не только спрайт, но и квад. Что такое квад? Давайте для русского уха будет понятнее наверное квад квадрат. Нам нужно вывести вот такой квадратик. Например, вот этот. Отлично. Нам редактор тоже позволяет смотреть координаты. вот смотрите в левый нижний позиция 93-95 размер что 2 на 96. Давайте попробуем запомнить. Точнее, давайте сначала посмотрим, что такое квад. Квад. создадим квадратик. вот квад. Причем созданный квад, так как это всего-навсего координаты для какой-то фрагмента изображения можно использовать для любого спрайта. Для любой загруженной картинки. Неважно какая картинка. Просто если по этим координатам с такой-то шириной будет у нас неуклад. Так, давайте попробуем подставим ширину. Позиция 93-95 пишем 93-95 Так, ширина 102-96 Ладно, пусть будет 100. 100-100 Так, SV и SH это ширина и высота картинки. Я на самом деле не знаю какая у нас ширина и высота. Не, я могу узнать, конечно. Вот, у меня здесь написано ширина и высота этой картинки 1152 ширину и высоту 768. Давайте-ка не будем никогда вручную такие вещи писать. Давайте будем узнавать эти размеры с помощью функций, которые у нас уже есть в LAV2D. А здесь сделаем то же самое, только получить высоту. Надеюсь, я правильно все набрал. GetHeight. Здесь GetHeight. А ширина и высота. Так, ничего не изменилось. По крайней мере, ошибки я не вижу. Давайте сделаем Quad1 чтобы к спрайту 1 имело отношение. вы видели. Так, смотрим еще раз как у нас выводится Graphics Draw. Сначала идет написано текстура. Вместо текстуры может быть использована картинка или Canvas. Про Canvas и холст мы отдельно поговорим. Отдельный урок. Довольно интересные эффекты. Возможно, вы будете использовать. Текст уже нельзя использовать. В первом варианте можно было любой объект спрайт или текст использовать. Здесь мы можем использовать только текстуру. Ладно, не заморачивайтесь. Сюда мы подставим первым параметром в эту функцию наш спрайт спр1 а вместо квада квад1. Посмотрим. подадим. Ну что, все получилось. Ну, вы видите, здесь у нас линия. Что за линия такая? Давайте посмотрим. Ага, вон видно, что ноги от предыдущего спрайта видны. Но это значит, вот эти координаты 93-95 нужно, наверное, изменить не 95 по вертикали, а 96. Давайте сейчас проверим, чтобы вот эта вот линия исчезла. Так. Где это нужно изменять? Вот здесь, в кваде. Еще раз. Квад это квадрат, у которого мы указываем x, y расстояние по x до первой, до левой верхней, точке нашего квадрата и по y две координаты. Ну, как примерно мы на экране рисуем. Плюс дальше мы указываем ширину нужного квадратика и высоту в пикселях. Давайте запустим, посмотрим. Отлично. Ну, теперь я вижу, что появилась строчка нижнего спрайта. Значит, нужно у квада уменьшить высоту. я не помню сколько. 98 пикселей. Ну, по-моему, все отлично. Так, теперь мы можем можем на этом завершить наш урок. Как вы поняли, в этой функции дальше параметры идут точно в таком же формате, как и в обычном дроу. Так что, можно и угол поворота здесь указывать. Давайте, например, единичку укажем в радианах. Видите, наш спрайт повернулся. Почему он повернулся туда? Смотрите первый урок насчет точки, относительно которой у нас идет поворот. Ну, вот и все, что я хотел рассказать во втором уроке. Спасибо, что смотрели. Задавайте вопросы в комментариях, подписывайтесь, и я, в принципе, записываю уроки на заказ.